Ага, уехал один такой. Ты что, не видишь? Его всё это только затягивает. Блин, ребят, это какой-то трэш, по-моему, начался, а? Ч-пойнк! Глухо, словно сова, ухал Борис своим натреснутым басом. Ему высоко и резко, как ржавая пила, вторила жена. Куля молчал, но в какой-то момент пронзительно заревел и тут шумолк, очевидно, схлопотав подзатыльник. Семейная жизнь в тропическом раю имела свои сложности. Балаган переместился из коридора в соседнюю квартиру и стал намного тише. Если дверь была совсем картонная, то стена хоть как-то изолировала звук. Оставаться дома и слушать соседскую брань было неразумно. Вмешиваться тем более. У меня было немало примеров перед глазами, когда люди постоянно орали на супругов и на детей, и при этом считали себя образцовыми жеными и мужьями. У них имелся один ответ на всё. А что такого? В их парадигме было нормальным бежать с громкостью корабельной сирены, оскорбляя близких. По мне, так лучше вообще не иметь семьи, чем якшаться с теми, кто на тебя орёт. Да, разумно. Шорты для купания не успели высохнуть и надевать их мокрыми не хотелось. А запасных попросту не было. Поэтому вместо пляжа я решил прогуляться в магазин и прикупить вьетнамки для коротких вылазок, чтобы не парить всё время ноги в кроссовках. Перед тем, как выйти в коридор, я вспомнил о соли, рассыпанной под половиком, и аккуратно переступил через него. Как бы да. Окей, и я так понимаю, сейчас мы отправимся в магазинчик. Угу. Когда дошёл до магазина, двери открылись, и навстречу вышла знакомая фигура. Губы Юлии были, как всегда, поджаты куриной жупкой. Настоящая принцесса на скотном дворе у свинопаса. В попытке не рассмеяться вслух я, кажется, негромко хрюхнул. Добрый день, Алексей. Вы что-то сказали? Здравствуйте. Собирался поздороваться, но поперхнулся. Надеюсь, вы не больны? Нет-нет, что вы. Просто неудачно вдохнул. Зачем она сюда приехала? Ведь тайцы вечно прослужены от кондиционеров, чихали и кашляли на каждом углу. Туристы, перебрав ледяного пива, также регулярно сипели и сморкались. А вот скажите, Алексей, вы позиционируете себя в качестве цифрового кочевника? Кого, простите? Цифровой кочевник. Так сейчас называют молодых людей, которые вместо того, чтобы найти нормальную работу, разъезжают по разным странам и зарабатывают удаленно всякой ерундой. Ну, она меня бесит. Ну, серьезно. Как по мне, лучше зарабатывать всякой ерундой, чем не зарабатывать вовсе и, ну, реально, типа, жаловаться на жизнь, как она, о том, что, типа, все вокруг нее говно, а она такая королева и пуп вселенной. Чтобы быть цифровым кочевником, нужно больше зарабатывать и путешествовать. Я пока в начале пути. Уже имею удаленный доход, но пока недостаточно для того, чтобы жить на широкую ногу. Как же вы себя называете? Или для вашего образа жизни нет обозначения? Никак не называю. Разве что у вас есть идеи? Красавчик. Юлия сделала вид, что задумалась, но, судя по улыбке, ответ был заготовлен заранее. Если на кочевника не тянете, возможно, вам подойдет термин цифровой бомж. Спасибо за комплименты, Юлия. Просто сдрисни отсюда, чтобы больше я тебя не видел. Она ухмыльнулась, будто сочла собственную ремарку уморительной. Да. И пошла прочь, не прощаясь, но все-таки обернулась и прошипела. Держись от моей дочери подальше, нищеброд. Слышь! Ты охренела, мать! Че я тебе это? Сосунку найдете. Пожав плечами, я вошел в магазин. Охренела, да, нищеброд говорит. Сама, блин, там есть на каком-то абдристанном байке. Глупо было даже пытаться произвести хорошее впечатление на мать Кристины. К чужим понтам я относился, подчеркнуто, безразлично. А потому снобам не нравился. Но настолько, чтобы говорить гадости в лицо, причем по надуманному поводу. Тут некоторые слова, которых я не знаю и не употребляю в речи, сочетаются настолько близко друг с другом, что у меня начинает кипеть мозг. Это было неожиданно. Обстоятельно прочесав магазин, я собрал в корзину разные приятные и полезные в хозяйстве мелочи, которые не захватил в первый визит. Дезинфицирующее средство для рук, тайский согревающий бальзам, фумигатор, хорошо, Борис напомнил. Молоко и хлеб, потому что изрядно налегал вчера на тост из джема. Вьетнамки и пляжные шлепанцы имелись в ограниченном ассортименте, и на мои лапы ни одна пара не нализала. Обратно решил идти по пляжу, а не по дороге. Что угодно было лучше, чем шагать по раскаленному, едва ли дымящемуся от жары асфальту. Это да. Блин, капец красиво. Начался отлив. Гладь песка кое-где была испещрена? 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 Что за слова, алло? Вдалеке на горизонте маячила небольшая группа людей. Реально, вот когда я читаю такие слова и офигеваю с того, что я слышу их впервые, я начинаю чувствовать себя тупым. Гладь песка была испещрена. Не следы были на песке, а гладь песка была испещрена. Ну, обосраться. Вдалеке на горизонте маячила небольшая группа людей. Единственное свидетельство того, что я не спал, и пустой пляж существовал в действительности. Шум волн убаюкивал. Неделю через две палящее солнце начнет утомлять, но сейчас на контрасте с морозной погодой дома, от которой пока не успел отвыкнуть жара, приносило удовольствие. Это точно. По дороге я совсем взмок. Лямки, рюкзака с непривычки натерли плечи, молоко согрелось, хлеб основательно помялся, во рту пересохло, но воды с собой не было. А пить из большой бутылки с молоком было неразумно. Оно могло быстро испортиться. В несколько неприглядном, но обычном для туристов виде, я наконец оказался на пляже напротив кондоминиума. Окей, до топали, наконец. В тени казуарин стояла Кристина. Мельком взглянув на меня, она снова погрузилась в свои подростковые размышления. Матери поблизости видно не было, и хотя Юлия наказала держаться от ее дочери подальше, я решил рискнуть. В конце концов, мне не 10 лет, чтобы беспрекословно слушаться взрослых. Привет. Из принципа не здороваешься или язык на жаре отсох? Она повернулась с серьезным выражением лица, будто только что заметила. Здоровались уже. А ты все околачиваешься в одиночестве на пляже и задаешь вопросы? Ну-ну. Блин, нас здесь все ненавидят, ты понимаешь? Реально, нужно валить, нужно валить, пока не поздно. Интересно, девочка в курсе, что буквально 10 минут назад ее мать обхамила меня у магазина. Вижу, ты достойная дочь своей матери, такая же приветливая и вежливая. Конечно, я не воспитанная малолетка, а ты как думал? Доволен? Молодец. Теперь иди домой. Я точно так же, как она, минуту назад покачал головой. Определенно прослеживается фамильное сходство. Имел несчастье повстречать твою маману в магазине и убедиться, что хабальство передается с генами. Что ты заладил-то? Она не сахар, но когда я в последний раз проверяла, еще была в состоянии соблюдать правила светского этикета. Погоди, погоди, я понял. При тебе она чисто ангел и только в твое отсутствие превращается в хамоватого сноба. Сноба. Так что ли? Что она сказала? До этого казалось естественным рассказать ей про выходки Юлию, но теперь я чувствовал себя слишком, словно школьник, которого учительница заставляет ябедничать на одноклассника. Да ничего особенного. Назвала нищебродом и попросила держаться от тебя подальше. А что, это не рутина? Я думала, она со всеми общается подобным образом. Нет, такую честь надо заслужить. И чем же я настолько выделился из толпы? Откуда мне знать? Видно, похож на извращенца. Мамаша решила оградить свой цветочек от поползновений мерзкого типа. Ты серьезно так считаешь? Что ты похож на извращенца? Нет, вряд ли. Все извращенцы, которых я встречала, были гораздо более мерзкие. Старикашки, навзначай хватающие за коленки. Лысеющие ловеласы с сальными глазами. Прижимающиеся в метро. Но ты вроде нормальный. Двенадцать лет, двенадцать лет кому? Ладно, разберусь с ней. Совсем утратила связь с действительностью уродина. Может не стоит? Она тогда поймет, что это я на ябедничал. А ты хочешь последовать совету и держаться от меня подальше? Нет. Разбрасываться... Хотя я бы да, сказал, наверное. Разбрасываться людьми, даже такими вздорными, как эта девчонка, было бы глупо. Общество Тамары Владимировны, Бориса и Ольги пока еще в новинку, но скоро начнет тяготить. Слишком они предсказуемые. Тогда помалкивай. Я обставлю все так, будто ты здесь ни при чем. Охренеть, блин. Что за сопля? Что за малявка? Что она мной командует? Реально, с каждой серии она меня все больше и больше бесит. Отряхнув с юбки песок, Кристина собралась уходить. Но вместо того, чтобы вернуться домой, пошла быстрым нервным шагом по велосипедной дорожке на восток. И хотя было любопытно, куда именно она направляется в этом безлюдном захолустье, я перестал глазеть вслед и начал переходить дорогу, отделяющую пляж от родного кондоминиума. Неплохо. Так. Окей. Мне кажется, что чем дальше мы с тобой проходим, тем длиннее становится серия. Я аккуратно перешагнул дверной коврик перед тем, как войти в комнату. Выгрузил из рюкзака молоко, промочившее холодными каплями конденсата всю ткань. Убрал хлеб, рассовал по разным шкафам прочие мелкие покупки, словно белка, которая прячет орехи по всему лесу. Таким образом, я насильно втискивал себя в неуютную квартиру, как в тесные брюки. Надеялся, что когда заполню ее своим барахлом, перестанет казаться, что сами стены взирают на меня с молчаливым упреком. Купальные шорты высохли, с собой была всего одна пара, так что стоило приобрести запасные, чтобы иметь возможность стирать их и сушить по очереди. К тому же, мои цветастые портки давным-давно вышли из моды. Ну блин, нормально, мне кажется. Переодевшись, я поспешил на пляж. Да, у нас встреча с Борисом. Мода. В отличие от большинства знакомых, которые относились к ней как минимум нейтрально, я в фэшн-индустрию терпеть не мог. Точнее, я любил в ней источник дохода и удовольствия от работы, но по большей части презирал, как уличную девку. Поклоняясь моде, невозможно зарабатывать достаточно. Во-первых, вещи устаревали морально быстрее, чем снашивались, а во-вторых, какой бы доход человек не имел, модная одежда и обувь все равно норовили сожрать его подчистую. По-настоящему обеспеченным людям, мода давала возможность не только шикарно выглядеть, но и отличать чужих от своих. Тех, кто достоин от тех, кто пытался примазаться к тусовке в шматье из прошлогодней коллекции. У тех же, кто выбирал купить очередные штаны на распродаже или вылечить гнилой зуб, мода отнимала все, давая взамен лишь блестящие тряпки, и то в кредит. И я в какой-то степени содействовал этому тлетворному влиянию фэшн-индустрии на людей, ретушируя фотографии для интернет-магазинов. Торопился елоземшкой, чтобы покупатели могли поскорее приобрести новинки. Замазывал мозоли на натруженных ногах моделей, чтобы неудобство современной обуви не торчало наружу, как сено из прорехи в мешке. Убирал уродливые складки дешевой ткани, сосредоточенные усталыми руками мастериц на патагонных фабриках. Обосраться. Ольга, жена Бориса, своими копирайтерскими трудами превращала русскоязычный интернет в помойку, где все поисковые запросы ввели на инфосайты. Заманив пользователей, такие сайты выдавали со всех сторон яркие баннеры и бомбили уведомления. Купи, подпишись, оставь телефон или электронную почту. Клубцам, которые предоставляли личные данные неизвестно кому, потом целыми днями названивали операторы многочисленных колл-центров. Ольга кормила не только свою семью и владельцев инфосайтов, но опосредованно и бедных операторов, вынужденных слушать проклятия потревоженных незнакомцев в свой адрес. Блин, да, грустно. А я, когда в фоторедакторе превращал грязные башмаки в чистые, убирал присохший к подошвам клей и придавал искусственный блеск кожзаму, помогал одевать и обувать эту армию низкооплачиваемых работников. Чё-то, блин, короче, есть фильм 99 франков, и там прям основная суть заключается в том, о чём сейчас повествует Лёха. Поэтому, если тебе интересна вся эта тематика, не реальной, скажем так, жизни, можешь глянуть фильм и реально советую. За счёт этого кормился и обувался сам, но и заодно вносил свой небольшой вклад в общество, помешанное на потребление. Помогал покупателям найти товар, не отрывая жопы от дивана. Зачем ходить по магазинам, если можно водить пальцем по экрану смартфона? И Бойцовский клуб, по факту, тоже говорит про общество потребления, тоже клёвый фильм. Помогал им расстаться с деньгами, привлекая красивыми, но фальшивыми, отретушированными картинками. И, наконец, рождал жажду потреблять больше, лучше, чаще, ещё и ещё. А раз так, то и руки мои замараны были не меньше, чем у самых циничных поэтических деятелей. Следовательно, нечего нудеть. Сиди и делай потихоньку свою работу, не осуждая других. Блин, ну это очень жёсткий, конечно, подход к этому всему. Типа, в любом случае, за человеком остаётся выбор, купить что-то или нет. Поэтому, как бы, опять же, пиарщики, всякие дизайнеры и люди, которые работают над имиджем определённой компании, либо их продукта, они просто гиперболизируют что-либо, давая возможность ещё больше захотеть определённую продукцию. Но говорить о том, что прям, типа, пихают, вот, держите, типа, либо вы берёте, либо там мы вас скидываем со скалы, это, конечно, нет. Поэтому я, конечно, разделяю в определённых аспектах мысли нашего главного героя, но не скажу, что прям согласен на 100%. Вышел из воды и заметил вдалеке знакомый силуэт. С такого расстояния сказать наверняка было сложно, но это ведь Кристина бродила там, на пляже, так далеко от дома. Я решил последовать за ней. С каждым пройденным десятком метров, маленькая фигурка увеличивалась в размерах. Наконец, я подошёл достаточно близко, чтобы взглянуть девочке в лицо. Ой, какой-то новый пляж. Она стояла с растерянным видом и крутила в руках пустую стеклянную баночку из-под джема. Собираешь стеклотару? Похвально. Смотрите-ка, кого черти принесли. Да с шутками смешными. Обхохоталась вся. Ладно, не дуйся. Что случилось? Даже если и случилось, толку от тебя. Не быть тебе дипломатом. Отвергаешь помощь, которую ещё даже никто не предложил. Ой, ну предложи. Дальше что? Как будто это что-то изменит. Это было слишком даже для такой избалованной самовлюблённой нахалки, как она. Ты ранила мои чувства. Если бы меня волновало мнение малолеток, я бы даже расстроился. Если тебя не волнует мнение малолетки, какого черта ты сюда тащился? Она меня бесит. В отличие от матери, Кристина действительно была мне симпатична. Ей мало лет. Отстань. Лёха, ты дебил. Она не лезла в карман за словом, ни перед кем не лебезила и говорила то, что думала. Или, по крайней мере, производила такое впечатление. Хотя уроки хороших манер ей бы не помешали. Серьёзно, зачем тебе банка? Может, я смогу чем-то помочь? Чувак, так как ты сможешь помочь, мне кажется, ей не особо нужно, поэтому просто отдай девочке банку и пускай идёт куда надо. Понимаю, советы малолетки сложно воспринимать адекватно, но я предупреждала. Перестань вынюхивать и выспрашивать. А нет, ты опять ходишь по пляжу и выдаёшь вопросы. Довольно невинные вопросы, и они сами просятся на язык. Зачем тебе банка? Она обречённо вздохнула. Мне нужно поймать краба. Делов-то. Стоило строить из себя возмущённую невинность. Ловить крабов легко. Если вежливо попросишь, я снизойду и поймаю тебе одного или даже двух. Причём здесь ты? Я же говорю, мне надо поймать краба, а не тебе. Мир не крутится вокруг тебя, Алексей. Ты не центр вселенной и даже не прекрасная уникальная снежинка. Чушь какая-то. Ей краб был нужен или требовалось именно поймать его самой. Какое-то домашнее задание. Задание? Я вспомнил, как Коля говорил об этом утром на пляже. Де? Да ерунда, дядя Лёша. Просто чьё-то задание. Не переживайте, вы здесь ни при чём. Задание? Что за задание? Да так, глупости. Я и не знаю толком ничего. Это типа флэшбэк, понял, да? Так это твоё задание? Я постарался сказать эту фразу максимально безразличным тоном, и по выражению лица Кристины понял, что попал точно в цель. А ты откуда знаешь? Кто тебе сказал? Коля, он и сам не понял, что проговорился, но если бы ты сейчас не стояла с перекошенным лицом, сжимая кулаки, я бы не придал этому особого значения. Браво, ты застал меня врасплох. И хорошо, что продолжаешь ничего не понимать, хоть и стоишь с умным видом. Целее будешь. А теперь давай, до свидания. Краб сам себя не поймает, только время зря с тобой трачу. Она была права, я действительно ничего не понимал. Зато у меня был один козырь, которым девочка явно не обладала. Я умею ловить крабов, а ты нет. И нечего задирать нос. Если надо самой, хоть обловить, мешать не буду. Но смысл, если ты даже место правильное выбрать не сможешь. А чем это место плохое? Я и так ушла от дома черт знает куда. И за все время не видела ни одного, даже самого паршивого краба. Потому и не видела, что их здесь нет. Крабы где попало не водятся. Где же мне тогда их искать? Видеть растерянность на лице Кристины оказалось настолько приятно, что я даже слегка устыдился. Теперь у меня был шанс отыграться за все предыдущие оскорбления. Ты забыла добавить... Пожалуйста. Нормально. Ах, вот как ты заговорил. Ну что же, пожалуйста. Будь любезен, Алексей. Просвети меня неудачницу, где водятся крабы. И глазом не моргнула. Явно не в мать. Там и однозначно лопнула от злости. И обещай, что расскажешь мне, что здесь творится. Я уже говорила, что не могу. И ты это прекрасно знаешь. А что хуже? Сказать мне или с треском провалить свое задание? Лучше провалить 10 заданий. Уж поверь. Ладно, будь по-твоему. А теперь пошли вон туда, где камни. В метрах двухстах от нас виднелись здоровенные валуны. Успевшие наполовину обнажиться из-за отлива. Если хоть где-то на пляже водились крабы, это было самое, что ни на есть подходящее для них место. Ну блин, логично, да. Крабы обитают на самом деле в таких вот камушках, скалах. И явно не в песке. Вода оказалась слегка мутной из-за волн, но достаточно прозрачной, чтобы было видно дно. Кристина догнала меня только у самых камней, слегка запыхавшись. Выглядела она усталой. Щеки раскраснелись. Я не стал спрашивать, сколько времени девочка проторчала со своей дурацкой банкой на пляже под палящим солнцем. И начал объяснять основные принципы ловли. Краб может запнуть за руку, поэтому стоит соблюдать осторожность. Да не волнуйся ты. Если прихватит, кришнёй быстро поймёт, с кем связался. И убежит, роняя тапки. Не юродствуй. Сказал, что поможешь? Давай. Пока нас обоих тепловой удар не хватил. Маленькие крабики часто выползают на камни погреться на солнце. Но чуть что, убегают в воду. Если спугнёшь краба и проследишь, где именно он спрятался, сможешь накрыть его банкой под водой. Потом быстро перевернёшь его и вытащишь наружу. Вот и все дела. Так просто. Кристина просияла и ринулась в воду. А я остался на берегу. Ну как бы да, контролируем процесс. Все лайфхаки и азы мы рассказали. Пускай теперь вот эта вот малая всем этим и заправляет. Спустя несколько минут она вернулась, чрезвычайно довольная собой. Хоть и мокрая с головы до ног. Победа! Краб был повержен. Я рад, что тебе встретился достойный противник. Что, даже спасибо не скажешь? За что? Можно подумать, это ты корячился там, рискуя наступить на острый камень и заработать столбняк. Вот нахалка. Если бы не я, она бы до сих пор бродила по пляжу взад и вперёд. Не умеешь работать головой, работай руками. Я организовывал и спланировал эту операцию. И без моего чуткого руководства ты бы не справилась. Ну так-то да. Так-то по факту. Мы пошли вдоль пляжа в направлении дома. По дороге мне пришла в голову интересная мысль. Слушай, Кристина, я понял, что тут никому нельзя ничего рассказывать. Особенно на пляже. Вопросов нет. Её улыбка погасла, будто ветром сдуло. Но я всё равно спросил. А намекнуть можешь? Не словом, а каким-то действием. Типа и овцы целы, и волки сыты. Толжен же быть какой-то способ вынудить из неё информацию. Блин! У нас как бы Лёха реально вроде адекватный чувак. Чего он так сильно домотался до этих детей? Ну типа занимаются они чем-то? Пусть занимаются. У них там какое-то хобби. Секта. Не важно. Просто реально. Он такое ощущение, что хочет узнать тайну человечества, после которой ему станет проще жить. Но это же вообще нифига не так. Поэтому достаточно забавно. И хоть на поверку эта таинственная история могла оказаться пшиком, любопытство продолжало терзать меня. Только ради любопытства, серьёзно? Намекнуть не говоря? Знаешь, а ведь наверное могу. И даже знаю как. Это будет что-то грандиозное. Грандиозность замысла сопливой девчонки я не поверил. Но даже намёк лучше, чем ничего. Буду признателен, если так. Вскоре мы оказались на пляже напротив кондоминиума. Кристина помахала рукой и побежала в сторону дома. Не дожидаясь, пока я отряхну ноги от песка и обоюсь. В руках она держала банку с крабом. Интересно, какая судьба ждёт это маленькое существо? Она его там на органы расчленит и будет вокруг него хороводы со своими друзьями водить походу. В комнате царила тишина. Никто не шумел, не скрипел, не ревел и не грохотал за стеной. Мы, люди, начинаем по-настоящему ценить покой, лишь когда лишаемся его. Как не ценим возможность свободно дышать носом, пока не простудимся. Было приятно оказаться в помещении, где все звуки фоновые. Мирное гудение кондиционера, давленное урчание холодильника. Всё лучше, чем крики из соседней квартиры. Это точно. Воспользовавшись удачным моментом, я лёг на кровать и сам не заметил, как вырубился. И впервые за всё время, что находился здесь, увидел сон. Сначала в нём не было ничего, кроме мрака и абсолютной натянутой, как струна, тишины. Казалось, упади капля, и этот мир разлетится в дребезги. Нам снится сон? Ух, ни хрена себе! Так. Потом появились Кристина и Коля. Они не подошли, а скорее выплыли из черноты. Будто я отвлёкся на секунду, а когда снова сконцентрировался на происходящем, дети уже стояли напротив. Вместе, но не глядя друг на друга. Они разговаривали блёклыми, неживыми голосами. Ты думаешь, он в опасности, как дядя Миша? Или это так? Ерунда. Не знаю. То, что случилось с дядей Мишей, произошло из-за то ли плаксы. Он не справился с заданием, а потом сделал... Что сделал? Тут совсем другая история. Становится хуже, и это несмотря на уговор не играть по-крупному. Коля хотел сказать что-то ещё, но Кристина перебила. Я пытаюсь помочь, но мне говорить нельзя, а ему нужны ответы. Если переживаешь, чего не расскажешь сам. Штанишки наделал? Может, лучше сделать так, чтобы он уехал? Кристина ответила, не меняя выражение лица. Ага, уехал один такой. Ты что, не видишь? Его всё это только затягивает. Я думаю, ты преувеличиваешь опасность. Всё будет нормально. Чок-чок, зубы на крючок. Врёшь. Ты и сама боишься. Мальчик вздохнул. Лё, а нихрена нам тут кошмары начали сниться. Неплохо так. А потом что-то закрохотало, и они оба растворились во мраке. Дэд Борис влетел опять с ноги сейчас по-любому. Я проснулся от стука в дверь, вскочил с кровати, но сразу зашатался от резкого подъёма скружилась голова. Перед глазами потемнело, пришлось схватиться за стол, чтобы не упасть. Когда пелена немного рассеялась, я сумел добраться до двери и распахнул её. А всё ещё плохо соображал, что происходит. Пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что не сплю. Борис, Кристина, да даже Тамара Владимировна не удивила бы меня настолько своим визитом. Юлия выглядела неважно. Бледная, с синюшными губами, лицо блестит от выступивших капель пота. Приболела, что ли? Увидев меня, она будто испугалась. Но тут же оскалилась неестественной улыбкой в слишком ярком белом свете, заливающем коридор. Её лицо напоминало зловещую театральную маску. Здравствуйте, Алексей. Извините, что без предупреждения. Голос прозвучал слишком громко, так что теперь я и сам испугался, чего ей от меня надо. Алексей, вы уж простите. И как будто недостаточно ужасно было явиться и скалиться на меня, растягивая губы. С перекошенным от напряжениям лицом мать Кристина протянула мне руку. Я что, всё ещё сплю? Какое-то время я стоял, молча глядя на протянутую ладонь. Возникла неловкая пауза. А потом словно включился какой-то рефлекторный механизм, и я аккуратным жестом пожал руку Юлии, будто так и надо, будто она моя коллега, и мы случайно в разгар рабочего дня столкнулись в офисном коридоре. Пальцы оказались холодными, дрожащими и мокрыми от пота. Кристина мама продолжала стоять в той же позе, только заскрипели стиснутые зубы, да побелел кончик носа. Стоило мне отстраниться, как она отпрянула сама. Глаза заблестели от слёз. Внезапно нахлынуло чувство стыда. Стало искренне жаль эту женщину. Надо было проигнорировать её трясущуюся ладонь, протянутую в жесте отчаяния. Она протянула нам ладонь, мы её пожали, как будто бы мы коллеги на работу, и потом она от нас отстранилась. Типа, что ты делаешь? Больная женщина. Я надеялся, что она уйдёт, но Юля снова ощерилась белыми, как в рекламе, жевательной резинки зубами. Извините, Алексей, я не хотела вас задеть или обидеть. Вы же не обижаетесь на меня, верно? Простите, если показалась грубиянкой. Это была ошибка. Ля, и походу Кристина, короче, звезды конкретные вставила и сказала, типа, так, слышь, мамка, быстро идёшь, извиняешься, и всё. Непонятно, почему в их семье реально заправляет Кристина. Это очень странно, но окей. Что, чёрт возьми, происходит? В горле не вовремя пересохло, но я мог выдавить из себя несколько слов. Ничего страшного, не переживайте, я не в обиде. Мать Кристины заулыбалась шире настолько, что глаза начали вылезать из орбит. Это была совершенно жуткая и невыносимая сцена. Всё, чего я хотел, чтобы гостья ушла. А ещё я хотел забыть, что она вообще приходила. Но надежды на это не было никакой. Наоборот, бледное лицо, растянутое в неестественной гримассе, накрепко врезалась в память. Повисла тишина. Слышно было только, как трещит от напряжения лампа над головой. А потом она развернулась и быстрым шагом двинулась к лифту. Только отойдя от меня на несколько метров, Юлия издала какой-то жуткий утробный звук. То ли стон, то ли хрип. Показалось, что она вообще перданула. Типа такой звук был, серьёзно. Когда она исчезла за поворотом, я мог вдохнуть и обнаружил, что не дышал в течение последних двух минут. В лёгкий ворвался воздух. Она точно пустила шептуна. И в глазах снова потемнело. На этот раз я не нашёл, за что ухватиться и медленно сполз по стене вниз. Ля, капец у тебя там зловонье эти газы допускало. Не знаю, сколько я просидел на полу. Когда наконец встал и повернулся, чтобы зайти домой, отворилась дверь в соседнюю квартиру. Борис. Борис выскочил в коридор, как чёрт из табакерки. Будто за ним гнался кто-то. Увидев меня, сосед расплылся в довольной улыбке. В руках он держал пакет, в котором спасительным звоном позвякивали зелёные бутылки. Здорово, соседушка. А ты чего это в коридоре околачиваешься? Неужто меня поджидаешь? Да, мы ж хотели сгонять на пляж. Борис сходу включил монологовый режим. И вряд ли на свете было что-то, что обрадовало бы меня в данный момент больше. Разве что возможность вернуться в квартиру и упасть на кровать. Но настойчивый звон пакета сулил другие удовольствия. А отсутствие излишнего внимания к моей персоне со стороны Бориса было только на руку. Пошли, пошли, пока баба со мной не вышла. Вперёд, пленных не брать. Насвистывая бравурный марш, мой лучший новый друг, ловко прихватив меня под локоть и двинулся вперёд по коридору. Кажется, мне опять стало нехорошо, потому что окончательно пришёл в себя я только на пляже. И не помнил, как добрался. В руку ткнулось что-то неприятно холодное. Опустив глаза, понял, что Борис сует мне открытую бутылку пива. Я припал к ней надолго и остановился только для того, чтобы сделать очередной вдох. На пустой желудок пиво легло идеально. В голове зашумело, чувства стали менее острыми. Мир, бешено вращающийся вокруг меня, несколько минут назад стал притормаживать и, наконец, замедлился до приемлемой скорости, от которой горло не подставала, поступала тошнота. Спасибо, Борис. Это как раз то, что нужно. Он хлопнул меня по плечу и рассмеялся. С тебя 120 бат, студент. В кармане нашлось необходимое количество купюр, чтобы расплатиться без дачи. Пока я копался, Борис воспользовался заминкой и незамедлительно начал разглагольствовать. Ну и вечерок. Темно, как уезжа в заднице. Звезды. Звезды-то где? Не видать ни одной. Вот ты говоришь, обычный кондоминиум. А я один раз в темноте лицом в дерево влетел. В голове потом три дня шумело. Будто сглазил кто. Я не стал интересоваться, сколько он тогда выпил. Не хотел встревать. А может, боялся подзатыльника. Скорее, даже второе. За встречу. Он взмахнул бутылкой, и я успел подставить свою. Раздался мелодичный звон стекла. Мне показалось, что одновременно с этим звуком кто-то негромко рассмеялся. Но рядом никого не было. И сколько я не оглядывался, никакого движения не уловил. Хотя нет, из кустов выскочила белка, стремительно взлетела вверх по стволу казуарины и исчезла среди ветвей. Я согласен, что место странное. Глупо было бы это отрицать. Но ты же здесь второй год подряд зимуешь. Неужели одного раза не хватило? Что-то как маленький. Во-первых, лично со мной ничего такого не происходило. За исключением случая с деревом. А во-вторых, ты цены на аренду в январе видал? Видал. Сам здесь по этой же причине. Но не уверен, что захочу вернуться. Ты один. А у меня два голодных рта. Каждому купи билет, накорми, посели. В три раза больше хлопот. Я деликатно обошел стороной тот факт, что Бориса содержала и кормила его неприветливая, но работающая жена. Как бы да. И потом. Смертельный случай на моей памяти всего один. Утопление. Рассказывал уже. Еще была авария, но Мишаня потом выкарабкался. Молодец. Все Мишане молодцы. Как бы да. Мишаня? Это дядя Миша, что ли? Я вдруг вспомнил странный сон, который увидел буквально полчаса назад. Просто Миша. Почему вдруг дядя? Я тебе про него говорил, с Тамарой Владимировной не поладил, а потом на мотоцикле разбился, когда кошка на дорогу выскочила. Михаил тут был с женой и ребенком. Забыл, как звать их. Обычная баба, как у всех, и мелкий шкет. Мы не общались особо. Так, пару раз вместе в город выбирались. Я подумал и решил, что не стоит бояться выглядеть глупо. Важно добыть максимум информации, даже если для этого придется использовать знания, полученные во сне. Толя его звали. Кого? Борис недоуменно захлопал глазами, но потом сообразил. Аааа, точно. Мелкого звали Толя. Нытик страшный. Все время ходил за родителями хвостом и... Чуть что, врев. А ты откуда знаешь? Толя плакса. Не знаю как, но сон оказался более реальным, чем многие из происходящего наяву. По крайней мере, все имена совпали. Впрочем, Борису об этом говорить было нельзя. Не помню, слышал где-то. А еще слышал, тут дети не просто так играют, а выполняют какие-то задания. Ты знаешь что-нибудь об этом? Домашние задания что ли? Ну, кто в школе учится, те выполняют. Куда им деваться? Я своего вон тоже заставляю. Иной раз и всыпать приходится. Когда разговор зашел о Коле, мне показалось уместно все-таки высказать Борису все, что я думаю на тему его гнусного обмана. Кстати, я тут узнал, что годовщина у тебя была месяц назад. Годовщина? Конечно. И не простая, а юбилейная. Десять лет с моей Аленой прожить. Это тебе не пальцем об асфальт. Ох и вздорная она у меня. Ох и язва. Сосед очевидно обладал памятью золотой рыбки. Раз умудрился забыть подробности вчерашнего разговора. Ты же говорил, вчера у тебя годовщина была. Просил с Колей посидеть, чтобы вы вдвоем смогли время провести. Помнишь? Он не вспомнил. По крайней мере, не сразу. Выражение лица Бориса какое-то время оставалось прежним. Но потом до него дошло. Ой. Я не понял, почему вы вчера вечером вловились ко мне, забрали Колю и убежали. Вроде бы нормально все было. Так, новости начались. Нельзя пропускать новости. Слушай, а зачем ты их смотришь? Как зачем? Чтобы случайно не пропустить. Не пропустить что? Меня. Ля, ну конечно, такого тайваньского блогера, как бы, по всем новостям должны показывать. Я вытаращился на него с ощущением полнейшего непонимания. Понимаешь, Леха, меня когда-нибудь обязательно покажут в новостях. Я добьюсь. Буду работать усердно, регулярно, обновлять свой блог. Важно не пропускать ни одного выпуска, ведь это может произойти внезапно. Вчера ты никто, а сегодня тебя заметили, а тебе говорят. Звучало это крайне неубедительно, а к тому же тема вчерашнего внезапного визита интересовала меня гораздо больше. Да к черту новости, я же не слепой, на вас обоих лица не было. Неудобно вышло, согласен, ты не сердись. Скажи, в чем дело, и я не буду. Шо-то Борис мутит, походу. Борис долго молчал, раздумывал, что ответить, торопить его явно не стоило. Я не любил нерассказанные загадки, терпеть не мог книги с недосказанным финалом, оставляющие читателю возможность собственной интерпретации событий. Принципиально не смотрел сериалы, потому что каждую серию сценаристы норовили оборвать на самом интересном, поэтому, несмотря на равнодушие к семейной ситуации Бориса, хотел знать, почему он так себя вел. Тайны дурацкого кондоминиума бесили меня больше всего, потому что казались либо необъяснимыми, либо требовали поверить в сверхъестественное. Я надеялся, что, потянув за нужную ниточку, распутаю весь клубок. Если сейчас сосед расскажет мне, в чем было дело, то завтра и Коля с Кристиной выдадут всю правду, как на духу. Окажется, что все странные события, происходящие здесь, всего лишь печально сложившиеся непредвиденные обстоятельства. Обычные совпадения, дела житейские, ничего такого. Тогда я смогу спокойно жить и работать, не оборачиваясь на каждый шорох. Пусть только Борис начнет рассказывать все как есть. По факту. Ух, когда сосед заговорил, уже стемнело. Не хотел я рассказывать, так и знай, но держать себе не могу, тяжело. Он громко вздохнул и повел плечами, будто проверял, крепко ли сидит на них невидимый груз. Когда мы с Олей поженились, сразу решили, заведем много детей, чтобы дом всегда на ушах стоял. Чтобы смех, топот маленьких ножек был. Эх, молодо-зелено, и с одними-то умаешься. Но нам тогда и лет было всего ничего. Дураки были. На практике дело оказалось куда сложнее, чем мы себе представляли. Прошел год, а результата не было. Я-то особо не переживал, думал как-нибудь самоустроиться. Но Ольга забила тревогу и начала бегать по врачам. В чем там конкретно у нее проблемы, я не понял. Но денег и сил влечения вбухал изрядно. И ладно, если бы она не могла забеременеть. Борис горестно всплеснул руками. Проблемой оказалось выносить. Три беременности подряд закончились выкидышем. И каждый раз это была страшная трагедия для моей Ольки. Каждого потерянного ребенка она безутешно оплакивала неделями. Жизнь превратилась в ад. Я предложил, давай возьмем отказника из роддома. Дети они и в Африке дети. Растили бы как родного. Но Ольга уперлась и ни в какую. Упрямая. Говорила, хочу своего младенчика, кровиночку. Только после третьего выкидыша призадумалась, когда здоровье стала сдавать. На нашу беду у Ольки знакомая работала в детском доме. Расхвалила ей, что сплошные плюсы взять подрощенного ребенка, не младенца. Я-то хотел совсем крошечного. От кого мать после родов отказалась. Она говорит, вот делать вам нечего. Сраную жопу три года мыть и пеленки стирать. Сейчас люди на детях бизнес делают. Берешь да усыновляешь побольше. И можно не работать. Борис кривился, будто воспоминания причиняли ему дискомфорт. Говорит, пособие нынче огромное. А если инвалида взять, то и одного достаточно. Они же не все косые, кривые и слюни отпускают. Здесь вполне обычные дети. Просто требуют особого подхода. Получается, Коля им не родной. Это многое объясняло, но почему Борис решил поведать мне историю своей семьи. Достаточно было сказать, почему они так себя вели вчера. Видно, тяжело ему было хранить скелеты в шкафу. Леха, ты не думай, что я какой-то злодей. Я тогда-то за жену переживал так, что мне все равно было. Пусть хоть тигра из зоопарка возьмет. И вот бабы вроде как договорились. Судя по тому, что удалось подслушать, нам должны были подобрать максимально приспособленного к жизни ребенка инвалида. В обмен на несколько месячных пособий. Бизнес на сиротах? Даже думать об этом было неприятно. Потом мы поехали в детский дом, и там впервые увидели Коляна. Он тогда мелкий был, но чисто ангелок. Только зажгли в комнату, как побежит. А Люни в коленке как вцепится и кричит, мама, мама, я знал, что ты за мной придешь. Что-то какая-то жесткая часть летсплея, по-моему, началась. Оля моя замечательная женщина, но есть у нее одна червоточинка в душе. Если что, я тебе ничего не говорил. Борис немного поменялся. Помялся, прежде чем продолжить. Жадная надо денег. А за ребенка инвалида хорошее пособие каждый день платят. Конечно, если реабилитация нужна, лечение, какое-то массаж, у тебя все средства на это и уйдут. Еще доплатишь из своего кармана. Ну так блин, она типа жадная, но при этом работает, в отличие от тебя. Но Ольгина знакомая обожилась, что ребенок нормальный, только порог сердца у него. Операция сделана успешно и нужно лишь небольшие ограничения, поменьше бегать да орать. Знаешь, я думаю, что этот спектакль в детском доме она и спланировала. Мама, мама. Сосед сплюнул и с отчаянием сжал кулаки, но потом опустил руки. Если бы мы знали, какой он окажется на самом деле, мы бы его не взяли. Бедный пацан. Угораздило его родиться не таким, как представляли себе в мечтах Борис и Ольга. Больше он ни разу никого из нас даже не обнял. А захочешь его приласкать, отбивается, причем кулаками. Так вы сами на него орете, камон. Кусается, как звереныш. Нелюдимый до ужаса. Это та сука все подстроила. А может и сам придумал подлизаться, чтобы только из детдома забрали. Хотя не знаю, в пять лет разве соображают дети? Я в таком возрасте еще в постель дул. И он, кстати, до сих пор ночью под себя ходит. А утром, как проснется, в ужасе забьется в угол и сидит там в комке мокрых простыней. Ни почем не достанешь, чтобы белье хотя бы сменить. Блин, ребята, это какой-то трэш, по-моему, начался. И типа я сейчас вот это все читаю, и у меня резко отношение к Борису и его семье прям, ну типа в корне поменялось. Мне кажется, так же, как и у вас. Потому что, ну, блин, так нельзя, типа. Этот фарс начал меня уводить из себя. Ты поэтому его лупить начал? Борис явно не ожидал вопроса в лоб и поэтому растерялся. А со стороны я такой козел, да? Сдобный упырь, не знающий других методов, кроме как вломить. Чего я только не делал. Пытался играть и развлекать, и в покое оставить, и разговаривать, и уговаривать, и обнимать, и успокаивать. Да только как об стену горох. Смотрит волком, и все. Либо рвет без остановки. А нам врачи сказали, что истерики противопоказаны. Можно подумать, я это могу контролировать. Он опустил плечи и расслабил руки, на мгновение показав на ладонях красные следы отпившихся в кожу ногтей. Один раз Ольга ушла в магазин, а я остался с Коляном. Он с утра слонялся из угла в угол и ныл. Чем дальше, тем громче. В какой-то момент нытьо превратилось в крик. Это длилось чуть ли не час. Даже наушники не помогали. Сидит, смотрит на тебя из угла и монотонно ревет. Ревет, ревет. Тут и более терпеливый мужик вскипел бы. В какой-то момент у меня перед глазами возникла красная пелена. Я подскочил и треснул ему по шее. Не сильно, скорее неожиданно. Это был первый раз, когда я поднял на него руку. Сам испугался. И понимаешь, Коляном посмотрел с удивлением и замолчал. Я подумал, ну все, трындец, сейчас он заорет, как корабельная сирена. И соседи вызовут ментов. Но он встал и молча пошел заниматься своими делами. И весь остаток дня вел себя, как нормальный ребенок. Поел, не капризничая. Сам собрал игрушки, не ныл, не устраивал истерик. Ты, наверное, думаешь, что я моральный урод, раступлю своего мальца. Наверное, так и есть. Родитель из меня оказался никудышный. Но знает бог, я все перепробовал. Есть только два метода, с помощью которых можно управлять этим ребенком. Первый ты уже знаешь, а второй, если грозить вернуть его обратно в детдом. Но это свинство какое-то. Сам этого не делаю и Ольке не позволяю. То есть тумаки давать можно, а грозить детдомом нельзя. Слова хотя бы синяков не оставляют. Слова оставляют шрамы и похуже. А тумаки? Самого батька в детстве регулярно поколачивал, царствие ему небесное. Иногда и ремнем бил, но всегда за дело и никогда со злости. Воспитывал как мог, крутился на двух работах, чтобы семью прокормить. И вырастил меня человеком. Если бы ты видел, какая это для Коляна больная тема, ты бы и сам понял. Никогда слышишь, никогда в его присутствии не упоминай детдом. Странные эмоции у меня вызывал этот рассказ. Коля хоть и был мальчик довольно странный, не производил впечатления душевно больного. В то, что он мог часами ныть и реветь, изводя родителей, верил и с трудом. Ну и Борис выглядел совершенно искренне. В глазах его блестели самые настоящие слезы. Я считаю, что семья это самое-самое главное, что есть в жизни любого человека. Из-за сына, хоть и не родной он, и за жену, готов хоть в огонь. Физическая боль пройдет и парень только крепче вырастет. А издеваться морально и никому над ним не позволю. И Алюне сказал, еще раз слух ляпнешь про детдом и тебе всыплю. Сосед являлся апологетом физического насилия, как средство воспитания. Сам, будучи битым в детстве, он считал, что именно так и вырастают настоящие мужчины. Логика мудаков. Но доказывать что-то было бессмысленно. Вторая бутылка пива подошла к концу, а ответа на свой вопрос я не получил. Так что вчера произошло, к чему все это было? Обещаю, что о нашем разговоре никто не узнает. Обещаю. И Борис, помедлив немного, продолжил рассказывать. На самом деле, никакой годовщины, как ты понял, не было. А был нервный срыв у Оли моей. Заработалась бедная, и сил терпеть мальчишку не осталось. Куда его было девать? Вот я и придумал пацана тебе на время пристроить. Ни в какой город мы не поехали, а погуляли по окрестностям, дошли до камней. Тут неподалеку на пляже валуны в воде. А перед ними бетонная площадка, где по вечерам макашницы шашлычки жарят и кокосы продают. Днем там не души, отличное место, если не нужны посторонние уши. Зря Борис так думал. Уши на этом пляже были везде. Откуда сзади снова послышался смех. Но судя по отсутствию реакции соседа, это были мои личные галлюцинации. Летом Коля ржет из кустов по-любому. Ну вот, мы сначала погуляли, потом пришли на эту площадку. Окей, я думаю, что разговор Ольги и Бориса мы с тобой уже зачитаем в следующей серии. Но, сказать по правде, в этой мы узнали просто капец, какие подробности об их семье. И, блин, черт возьми, даже реально я как-то задумался о том, что здесь вообще происходит. И потихонечку, опять же таки, пазл начинает все-таки складываться. И это, безусловно, круто. Если вам понравилось данное видео, можете поставить ему палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить все мои новые ролики. Ну а с вами был ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока.